Вопрос о необходимости детского сада в этом районе назрел давно. Да и свято место пусто не должно быть. Жители микрорайона Южный обратились в городадминистрацию с просьбой решить эти проблемы. И вот на некогда пустующей бесхозной территории теперь возводится новый соцобъект. Горожане сказали, вы обратите внимание на пустырь, который у нас находится, значит, так сказать, в Юраговском микрорайоне. Жители этого микрорайона, потому что, говорят, устали, там трава растет, сорняк, значит, так сказать, ну что это такое. И действительно, значит, присмотрелись более внимательно, поэтому, пользуясь случаем, сейчас у нас объявлена акция народной инвентаризации. Мы здесь прежде всего, все-таки, конечно, имеем в виду, что нам нужно все земельные участки закрепить, поставить на учет, вот о чем говорила глава Чувашской республики, когда приезжал. То есть вот это вот уже, в принципе, результат, в том числе народной инвентаризации. В конце 2013 года здесь заложили фундамент, но возводить стены еще не торопились. Это делалось с учетом усадки фундамента, чтобы стены со временем не потрескались. При реализации этого объекта в первую очередь ставим вопрос качества выполнения всех необходимых пунктов, для того, чтобы дети пошли в хороший детский сад, говорит глава администрации города Александр Сироткин. Несмотря на то, что время было упущено, подрядчик вышел на запланированный график работ. На сегодняшний день уже возведены все три этажа с внутренними перегородками, начатые кровельные работы и монтаж внутренних инженерных сетей. Согласно плану, в июне закончат прокладку внешних коммунальных сетей. Одновременно закупается вся мебель и другое необходимое предусмотренное проектом оборудование на общую стоимость 11 миллионов рублей. Здание современное, помещения большие и удобные. По плану здесь будут и спортивные, и музыкальные залы. Глава правительства вместе с другими членами рабочей группы прошелся по этажам и внимательно осмотрел помещение. Иван Моторин высказал пожелание, что хорошо было бы использовать облицовочный кирпич чувашских производителей, а не возить его из других регионов. Это касается и других стройматериалов, отметил он. В целом, результатами визиты члены рабочей группы остались довольны. Строительство идет в графике. Каких-то особых опасений по вводу объекта, обозначенной в контракте, сроков у меня нет. Все детские сады, которые стоят в планах в текущем году, они будут завершены, построены и введены. Есть программа 2015 года, она будет рассматриваться, как мы с коллегами обсудили, ближе к лету и, соответственно, будут вноситься корректировки. Уже в конце сентября, ко дню работников дошкольного образования, строители обещают сдать объект под ключ. И 180 самых юных новочебоксарцев будут счастливыми новоселами.